Всем привет, мои дорогие друзья! С вами Анна, рада вас видеть на своем канале. Начинаю снимать цикл видео про арабскую нишевую парфюмерию Luxador. У меня 11 ароматов. Сегодня будет мое знакомство и мой рассказ для вас про три аромата. Ароматы очень насыщенные, ароматы для меня необыкновенно такие густые и интересные, со сложными интересными пирамидами. И так как это нишевый бренд, то они не так просты, да в принципе они вообще не просты. Как ко мне попали эти ароматы? Мне прислала девушка, начинающий парфюмерный блогер Олеся. Она из Калининграда. Я оставлю обязательно ссылку на канал Олеси. Я так поняла, что она делится отливантами и также снимает вообще парфюмерные видео. Я посмотрела, у нее там уже есть несколько роликов. И конечно же, Олеси, я благодарна тебе, что я могу познакомиться с такими ароматами, потому что я так поняла, что этот бренд сейчас уже никак не купить. Только если в отливантах или вот в качестве знакомства. А у меня есть некоторые наброски по этим ароматам. Да, у меня хорошие такие большие отливантики, очень большие, по 10 миллилитров. Я так поняла, это небюджетные ароматы, но и звучание у них тоже небюджетное. Что скажу про арабскую парфюмерию? У меня есть арабская парфюмерия. У меня есть роликовые, значит, ароматы. По-моему, я привозила из Египта их несколько лет назад. Также я покупала разливную парфюмерию недавно, когда я была в Дагестане. Также я заходила в магазин, там была разливная тоже парфюмерия. Там шли как аналоги. Вообще, насколько я знаю, арабы часто делают как бы не аналоги, а вот в направлении каких-то ароматов. Я очень сильно с ними не знакома. От этого мне было более еще интересно с ними знакомиться. Ну что ж, давайте. У меня здесь есть блоттеры. У меня здесь есть некоторые мои наброски по этим парфюмам. Сейчас мы начнем с первым. У меня просто я их разделила. Так как ароматов 11, в одно видео это будет очень слишком много. И для меня много, и на мой нос много. Начну с линейки. Называется Атаман. Атаман Муксадор. У меня первый аромат будет Султана. Называется. Да, Атаман Султана. Султана. Даже само название, да, говорит уже о том, что что-то такое восточное. Кстати, я хочу сразу заметить. Даже вот эти три аромата, они заявлены какие-то унисекс, какие-то мужской. Но для меня они все унисекс. Вообще, в принципе, все из 11. Они все унисекс. Некоторые более такие, это самое, потяжелее по-мужественнее, да, по-маскулиннее такие. Некоторые более, ну, восточные. Понимаете, восток очень такое дело тонкое, да, как говорится. Хочу отметить, что полноразмерный флакон выглядит очень красиво. Большие такие пузыри, красиво упакованы с крышкой золотистой. Я сюда обязательно вставлю, как это выглядит. Они по 100 миллилитров. Полноразмерные флакончики. Также упакованы в бархатную бумагу такую. В общем, сделано прям так, знаете. Ну, знаете, вот восток любят. Золото, какие-то украшения, камни, алмазы, ткани какие-то, если это женщина. Так, пока аромат немножечко развелся, сразу скажу, аромат очень сильно насыщенный. Ароматы все густые. Султаната. Заявлен какой-нибудь секс. Я беру свою подсказку. И давайте скажу, какая здесь идет пирамида аромата. И абрикос. Цветы бузины. Очень сильно чувствую здесь. Абрикоса вообще не чувствую. Бузина мне есть. Я знаю, как пахнет бузина. Мне она пахнет как листья, как пыльца, как цветы вот эти, да. Такое что-то щекочущее. Нос. Зелень, да. Также в верхних нотах есть махагония. Я себе записала, что мне дает цветочный сухой пыльцой. Как белых пестиков. Представляете? И свербит в носу, я себе писала. Да, знаете, такое щекочущее ощущение. Возможно, там есть перец. В сердце аромата черная орхидея. Давайте я посмотрю. И базовые ноты. Я сейчас вам полностью скажу. Сливки и эбеновое дерево. Недавно в Эберлик вышел аромат схожий, да. Вот тоже с эбеновым деревом. Вот с цветами. К сожалению, если не познакомилась, там восточная серия, мне бы хотелось бы их сравнить. Очень красивый аромат. Для меня это больше такая влажная белая древесина. Вот я себе прям написала. Очень сильно здесь слышу. Вот абрикоса вообще не слышу. Влажная белая древесина. Такое ощущение, что, знаете, прямо вот в руках вот ее прям так вот. Ой, какой аромат приятный. Абсолютно такое звучание. Не банальное. И этот именно аромат, вот прям не чувствуется что-то арабский. Он такой интересный. И также я тут себе отметила, какое настроение для меня этот аромат. Настроение спокойное, сдержанное, нейтральное, политкорректно, стойко, сдержанно, очень древесно. Сливки, воспроизводительный знак. Возможно, сливки здесь как какая-то сливочная нота такая, которая весь этот букет как бы смягчает. Он очень мягкий, очень приятный и нерезкий. А я себе написала, что этот аромат унисекс и также нашла этот аромат на фрагрантике. Фрагрантика нам тоже заявляет, что это унисекс. Но фрагрантика заявляет, что это сладко, что это абрикосово. Мне здесь абрикосов нет. Он для меня древесный, влажно-древесный, сливочный. Такой приятный, очень приятный аромат. И он очень такой нежный. Это не праздничное настроение лично для меня, спокойное такое. Мне очень понравился этот аромат. Напомню, как называется. Такие названия у них. Аттаман Султана. Да, Аттаман Султана. Очень понравился. По-моему, здесь 10 мл такой большой отливант, который я буду носить с удовольствием. Большое спасибо, Алиса, тебе за то, что я познакомилась с этим ароматом. Давайте дальше покажу. В этой линейке ароматов несколько. Я не знаю точно сколько. У меня лично три. Аттаман. Следующий будет у меня Шахзада. Очень похожа упаковка также. Только там другой цвет. По-моему, он идет в коричневом таком оформлении. Этот аромат уже отличается. Принципиально отличается. Сейчас я вам почитаю и расскажу. И что я себе написала. Этот аромат уже для меня больше женский. Он очень сильно мускусный. Прямо сразу. И давайте я зачитаю вам пирамидку. Это фруктовые персики, личи, в сердце аромата, жасмин, апельсиновый цвет и пион. Этот аромат мне очень понравился. Вот такой я люблю уже намного больше. Мускус, девесты, ноты и мох. Он однозначно фруктовый, мягкий. Персик и личи. Здесь личи звучит очень красиво. Хотя я не любитель почему-то личи в ароматах. Вот это такая как слива. Такая тропическая слива я называю личи. Ну такой тропический плод. Я его, кстати, когда-то даже ела, представляете? Нежный, женственный, приятный. Слегка мылит. Я здесь какие-то мыльные нотки слышу. Он заявлен тоже унисекс. Но этот аромат на мужчине я не пробовала. Мне кажется, на мужском теле он тоже будет раскрываться. Очень интересно. Ну он такой более мягкий, более такой женственный. Так, я нашла такое описание, что он в направлении флер наркотик. Я не могу сравнить. Я не знакома с флер наркотик. Да простите меня, пожалуйста, мои зрители. Я не пробовала этот аромат. Но по ноткам, вот говорят, что по нотам он очень похож. Этот аромат мне понравился. Классно, классно звучит. И упаковки в них такие вообще классные. Очень вкусные. Я люблю, когда в цветах есть жасмин, когда есть фрукты и мускус. Вообще, я люблю мускусные ароматы. Ой, какая прелесть. Перейдем к следующему аромату. Следующий аромат от Таман Пати Шах. И само название говорит о том, что это для мужчины. Хотя, как знать. Вообще, эта линейка такая, знаете, вот этот лассадор. Там вообще все заявлено унисекс практически. И вот из тех 11, которые я попробовала, мне кажется, они все унисекс. Даже те, которые написаны мужские, я бы на себе их вполне смогла носить. Так, переходим к Пати Шаху. Я хочу сейчас найти себе описание его. Этот аромат, можно сказать, свежий. Да, типа, смотрю, что я себе записала сама. Пати Шах мужской, восточно-древесный. Ну, это такой для меня связочок. Здесь очень красивая пирамидка. Цветок лимона, который я чувствую на всем протяжении аромата. Вот это цитрусовое приятное начало. Из этого цитрусового приятного начала, я считаю, что он, вот, лично мне, как женщине, бы очень даже подошел. Кориандр, розмарин, мускатный орех, ветивер, бобы тонко, тик, ну, дерево, тиковое дерево. И тоже есть личи, представляете? Ну, здесь о личи, кстати, не слышу. Я написала, что я здесь чувствую перчик, когда тестировала этот аромат. С мятными нюансами. Ну, это, видимо, розмарин дает мне такие мятные нюансы. Дает свежесть. Я написала себе, что это современно, стойко, маслянисто. Маслянисто. Здесь заявлены вот эти все кориандр и розмарин, такие, ну, как специи, травы. Я люблю розмарин. Мне нравится он. И я бы хотела даже какой-то женский аромат с розмарином. Вот мне бы так хотелось. Этот аромат я на себе представляю очень хорошо. Мне он нравится. Я представляю его прямо на себе. То есть я бы не сказала, что он такой крепко-мужественный. В описании здесь он идет свежепряный, фужерный, древесный, бело-цветочный, цитрусовый. Ну, бело-цветочный, я видимо, от цветки лимона, да, вот дает такой вот. Ванильный, землистый, тропический и амровый. Землистый. Возможно, потому что здесь, что тут мох, моха я тут не слышу. Для меня он даже и не землистый. Восточно-древесный. Для меня он с цитрусами и со специями. Невероятно красивый аромат. И он изменяется. Я сегодня пробовала этот аромат на себе на работе. И он настолько шлейфовый. Я с ним проходила часов пять. Ну, как бы я нанесла его на руку, чтобы прочувствовать, походить, как это вообще на моей коже. В принципе, я так всегда и делаю, когда я хочу снять видео и когда я знакомлюсь с ароматами. Мне очень понравились. У меня не три, все понравились, честное слово. Но больше всего из этих трех, скорее всего, на данный момент, на мое знакомство, мне понравилась Шахзада. Атаман Шахзада. Такие названия интересные, правда? Просто невероятно, да, звучит. Итак, подведем итог сегодня. Я познакомилась с этими тремя ароматами. Я бы хотела снять для вас больше, но я не могу столько много сразу, да. Когда я снимаю подборки, например, ароматов, там я чисто вот рассказываю, когда я уже знаю, поносила. А когда я знакомство с ароматом, ну, вот один, два, три, да. У меня есть еще, получается, на два или на три видео. И я буду снимать их по частям. Надеюсь, вы будете со мной. Ссылку на Олесю. Я оставлю Леся Парфум, Парфем, Парфам. В общем, канал называется так. Ссылочку оставлю под видео. Если вам интересно, присоединяйтесь к ней, посмотрите. Не ругайтесь, потому что девушка только начинает снимать и рассказывает про свою коллекцию. У нее большая-большая своя коллекция. И она готова делиться, продавать от Леванты. Ну, и также вы уже сможете с ней пообщаться. В общем-то, вот так. Ну что, всем пока. Всем спасибо, что вы были со мной. А я буду останусь и буду благоухать этими вообще вкуснющими, арабскими, нишевыми, классными, вкусными парфюмами. Это просто арабская сказка. Это прелесть. Спасибо большое за тебя. Всем пока.